Какие вещи помогают организовать дома красивое хранение? Сегодня я покажу вам некоторые детали, которые помогают мне не только удобно организовать хранение тех или иных вещей в доме, но и сделать это красиво. Всем привет! Меня зовут Саша. Сегодня поговорим не только о хранении, но и об уборке. Например, хочу рассказать, как я себе упростила хранение хозяйственного инвентаря. У меня раньше была очень-очень удобная щетка для пола, и она уже давно перестала хорошо вмести полы, но руки не доходили, как-то от нее избавиться. И хранила я ее просто в уголочке, облокотив на стену, потому что у нее не было никаких креплений. Недавно я нашла ей отличную замену. Это вот такая необычная щетка в виде скрипки, и она идет в комплекте с совком. Я взяла специально маленькую щеточку, чтобы удобно ее было хранить. Я здесь просунула бещевочку, и теперь она вот так может висеть на гвоздике. Занимает, как вы понимаете, очень мало места, и удобно удалять пыль, мусор в труднодоступных местах, или если нужно сделать уборку точечно. Такой щетки мне более чем достаточно, потому что основную уборку я делаю с помощью робота-пылесоса. Недавно у меня появился вот такой белый красавчик, робот-пылесос в Феде. И он умеет не только пылесосить, но и мыть полы. Кстати, моет очень хорошо, чуть позже я вам это продемонстрирую. Кстати, у щеток этого пылесоса особое крепление, в них не застревают волосы. Почистить пылесос проще простого, достаточно только снять контейнер и высыпать все, что насобирал наш труженик в урну. Пылесос очень хорошо собирает шерсть, крошки, пыль и прочую мелочь, которую мы можем даже не замечать у себя на полу. А еще он легко проходит под кухонные шкафы, и теперь туда не нужно залазить с тряпкой. Пока мы занимаемся готовкой, играми с детьми или просто любой работой по дому, этот робот-пылесос собирает пыль по всей квартире. После чего можно налить в воду специальный отсек и продолжить уборку, но уже влажно. Я была приятно удивлена тем, как хорошо этот робот-пылесос моет полы. И по этой причине я решила подарить его своей бабуле на 8 марта, поскольку моя бабушка очень любит чистоту, у нее прям самочувствие зависит от того, насколько чисто в квартире. Но теперь, когда у нее появится такой помощник, уборка упростится в разы. Заряжается пылесос на специальной станции, и управлять им можно с помощью приложения на нашем смартфоне. В описании к этому видео я оставлю ссылку на это чудо техники. Мне всегда нравились красивые, аккуратные коробки для хранения проводов, которые продаются в Икеа и прочих хозяйственных магазинах. Но, честно говоря, руки их купить у меня не доходили, потому что мне все время казалось, что можно что-то придумать и самому. Взять элементарную коробку картонную, как-то красиво ее обклеить, украсить и сделать в ней зарядную станцию. Недавно я увидела в соседнем фикс-прайсе вот такую корзину, и у меня сразу появилась идея, как с помощью нее можно сделать такую зарядную станцию. У нас телефоны часто заряжаются вот здесь, в изголовье кровати. Да, знаю, сейчас вы напишите, что это очень-очень вредно заряжать телефоны рядом с кроватью. Не намерена сейчас испаривать такую точку зрения, тем более, что она не безосновательна. Но мы сегодня говорим именно о хранении. Ваши зарядки могут храниться где угодно, мои хранятся так. В эту корзину я положила имеющийся у меня отрез ткани, сделала такую тканевую вкладку из него. И сюда удобно разместилась переноска, в которой и находятся наши зарядные устройства. Теперь, чтобы зарядить телефон, можно положить его в эту корзину, и вид проводов и зарядок не будет портить нашу комнату. Мне эта идея очень нравится. Напишите в комментариях, где свои телефоны заряжаете вы. Кстати, если уж мы заговорили про эту корзину, то я хочу показать еще несколько способов ее использования. Можно ее использовать для красивого хранения полотенец, ванной. Это могут быть полотенца для рук, для тела или для лица. Если у вас полотенца поделены по конкретному назначению, то так их отсортировать будет очень удобно. И, конечно, красиво. Кстати, в книге ремоделиста очень часто используются металлические корзины. Ну, найти их не так-то просто в городе, и стоят они недешево. Эта металлическая корзинка из FixPrice может послужить нам также контейнером для хранения. Но хочу предупредить, что качество нее, конечно, также уступает дорогостоящим корзинам. И та проволока, из которой она сделана, достаточно гибкая. Если вы любите смотреть видео про красивое хранение, то я рекомендую вам подписаться на мой канал, нажав кнопку под этим роликом. Так вы сможете посмотреть всю коллекцию видео по этой теме. Я уверена, какие-то идеи вы сможете применить в своем доме. Вы не представляете, как мне приятно получать комплименты от вас по поводу моего чайного уголка, который я сама придумала и организовала с помощью круглого подноса из Икеи. Почти под каждым видео меня спрашивают, откуда этот поднос, откуда эти емкости. И я знаю, что магазин Икеи есть не везде. И мне все время хотелось предложить вам какую-то альтернативу по части круглых подносов. Найти какой-то магазин, который есть в большинстве городов. И вот, что я нашла в FixPrice. Вот такой интересный органайзер для хранения косметики. Мне в нем понравилось то, что в основании лежит как раз крутящийся поднос. И таким образом нижнюю крутящуюся тарелочку мы можем использовать для хранения в глубоких шкафчиках, в холодильнике, чтобы легко доставать все, что лежит в глубине. Кроме того, если собрать этот органайзер, можно организовать вот такой чайный уголок. Сперва я поставила кружки вверх ногами, как они обычно хранятся на моем чайном уголке. Но при такой постановке в этом органайзере брать их неудобно. Поэтому я перевернула чашки вот так. Наверху можно хранить конфеты, печенье, орешки, какую-то выпечку. В общем, все, что вы любите пить с чаем. Еще с помощью такого контейнера можно организовать хранение аптечки. Если она у вас находится в шкафчике, то можно разложить все лекарства по ячейкам или просто разместить внизу. И такое хранение упростит поиск тех людных лекарств. Долгое время для меня совершенно не существовало щеток для мытья посуды. Я никогда их не использовала, никогда они не привлекали мое внимание, у знакомых ни у кого не видела. Пока однажды моя зрительница не сказала, что моют посуду только такой щеткой. И хочу сказать, что это действительно оказалось удобно. У меня есть грильница, которую очень трудно отмыть какими-то тряпочками или губками. И ее удобно промывать именно с помощью такой щетки. Конечно, нужно следить за тем, чтобы та поверхность, которой мы эту щетку моем, не была хрупкая. Но я пока не столкнулась с тем, что вот такая щетка какую-то посуду у меня испортила. Наоборот, я очень довольна и поражена, что раньше не использовала такую классную вещь. А вы пользуетесь такими щетками? Вам нравится? Мне прям интересно. Это только для меня такое было открытие. Кстати, в одном из моих роликов я рассказывала о наборах, которые мы можем создавать у себя дома. Это могут быть наборы для вязания или других наших хобби. Это могут быть наборы для работы, наборы для уборки или наборы для путешествий. Но не только подносы и коробки можно использовать для создания наборов. Я нашла такой интересный ящичек. Посмотрите, в нем можно красиво размещать книги или блокноты, с которыми вы работаете. К примеру, если у вас нет конкретного рабочего места, или если вы привыкли перед сном что-то почитать, пописать в дневник, если вам нужен, чтобы рядом с кровати находился крем для рук, фонарик для чтения, или может стилус для телефона. Все это можно сложить вот в такую коробочку и хранить там, где вам удобно этим пользоваться. И так беспорядка в доме будет меньше. Также в этом ящике можно хранить фрукты и овощи. Я вот, например, сложила картошку, и мне очень понравился внешний вид. То количество картошки, которое мы покупаем, можно успешно хранить в этом ящике. У этого ящика есть крышка, и поэтому можно вообще скрыть от посторонних глаз всякие интимные вещички, если мы решим их там хранить. Поделитесь этим видео с подругой в социальных сетях. Мне это очень важно, потому что ваши репосты дают понять YouTube, что этот контент годный, что видео можно смотреть. Это, конечно же, меня мотивирует на создание нового ролика. Спасибо, что посмотрели сегодня это видео. До новой встречи. Ваша Саша.